Моя сводная сестра. Глава 2. До моей личной истории мы еще доберемся. Но сперва я должен рассказать вам еще кое о ком. Убил бы того, кто придумал, что воссоединение нашей семьи должно произойти на горнолыжном курорте. Обычно я решительно отвергаю любые приглашения, к которым прилагается Excel. Но тетя Кэтрин, спец по излишне тщательной подготовке ко всему, и в присланном ею электронном письме приглашение на воссоединение семьи Каннингем-Гарсия завершалось анимированной пиксельной снежинкой и списком лиц, присутствие которых обязательно. В семейных кругах я хорошо известен как мастер отговорок. Не то чтобы кто-то действительно был против моего отсутствия на подобных мероприятиях в последние три года, в моем репертуаре появлялись то заболевшее животное, то разбитая машина, то рукопись, требующая немедленного завершения. На этот раз Кэтрин не принимала отказов. Приглашение обещало веселые выходные в уединении, где мы все сможем наверстать упущенное. Она выделила жирным шрифтом слова «мы все» и «обязательно». И хотя мы все, не имело в виду конкретно меня, я знал, что это означало, а следовательно, собирался поехать. Кроме того, в промежутках между заполнением таблицы, где нужно было указать, есть ли у меня аллергия на что-нибудь, каков размер моей обуви, какой стейк я люблю, какой номер у моей машины, я позволил себе пофантазировать об одетой в снежные шапки деревушки и выходных, радующих бревенчатыми домиками и треском горящих в очагах дров. Вместо этого у меня от холода разболелись колени, и я на час опоздал на ланч. Я не предвидел, что дорогу никто не расчистит. День стоял ясный, яркое солнце слегка подтопило укатанный снег, и шины моей Хонды Цивик стали проскальзывать, так что пришлось вернуться по своим следам к подножью горы и по баснословной цене взять в аренду цепи, а потом стоять на коленях в снежной каше и, упираясь плечом в корпус машины, с большой натугой надевать их на колеса, сбивая с носа сопли, которые мигом превращались в ледяные сталактиты. Я так и торчал бы там, если бы женщина со шноркелем не подъехала на ландровере и с легкой укоризной не подала мне руку помощи. Снова, получив возможность двигаться, я то и дело поглядывал на часы, стрелки на которых неуклонно ползли вперед и разрывался между желанием прогреть машину и необходимостью разморозить стекла с помощью кондиционера, но дергался я напрасно. Но мне теперь были цепи, и я не мог ехать быстрее сорока. Насколько опаздываю, я знал точно благодаря присланный Кэтрин таблице с расписанием. Наконец, я увидел поворот и пирамиду из камней с указателем «Горный курорт, небесный приют», призывавшим ехать направо. Я мысленно добавил «Спасайся, кто может». По-моему, неплохой совет, учитывая грядущую встречу Каннингемов. Поделиться шуткой было не с кем, но, наверное, она понравилась бы Эйрин, так что она рассмеялась у меня в голове, и я приписал эту заслугу себе. Я понимаю, это мило, что наши имена Эйрни и Эйрин – анаграммы. Когда нас раньше спрашивали, как мы познакомились, мы отвечали «по алфавиту». Знаю это, безвкусица. Правда, гораздо более незамысловато. Нас связало то, что мы выросли в семьях с родителем-одиночкой. В момент знакомства Эйрин рассказала мне, что ее мать умерла от рака, когда сама она была еще маленькой, и ее вырастил отец. О своем я сообщу вам позже. Но Эйрин о нем уже знала, когда мы встретились. Дурную славу легко загуглить. У поворота стояло приземистое здание, похожее на пивную, о чем свидетельствовала табличка со скупой надписью «Пиво», сделанное фасадной краской. К стене прислонялись ряды лыж. В таких заведениях вы скорее будете от жажды лизать оконные стекла, чем купите себе какой-нибудь напиток, а шеф-поваром там служит микроволновка. Но я все равно мысленно взял на заметку эту халупу как потенциальное убежище. В конце концов, выходные посвящены воссоединению семьи. Я ожидал, что состоится серия приемов пищи, которые из тактических соображений будут происходить в разных обособленных помещениях, а значит, не лишне иметь дополнительные варианты. О, между прочим, Эйрин вовсе не умерла. Я понимаю, прозвучавший намек на былую страсть подталкивает к мысли, что позже я расскажу, что она была мертва все это время, поскольку такое зачастую происходит в подобных книгах, но не в этой. Эйрин приедет в горы на следующий день. Мы даже формально еще женаты. К тому же номера страниц не совпадают. Вскоре после поворота я заметил, что больше не еду в гору, а наоборот спускаюсь. Еще немного, и вот я уже вырвался из-под покрова деревьев и оказался на перевале, с которого открывался восхитительный вид на долину, где разместился небесный приют. Разрекламированный как самый высокогорный курорт в Австралии, по-моему, это все равно, что хвастаться тем, что ты самый высокий жакей в мире, он мог предоставить туристам возможность сыграть в гольф на поле с девятью лунками, выдолбленными прямо в горном склоне, порыбачить в кишащем форелью озере и покататься по нему на лодке, уютно посидеть у огонька, оживиться, чтобы это не значило, получить доступ к соседнему лыжному курорту, подъемник, разумеется, в стоимость не включен, и даже к частной вертолетной площадке. Я цитирую рекламный буклет, потому что ночью валил густой снег, и все, от дороги, растелавшейся передо мной до поля для гольфа, на прохождение которого теперь потребовалось бы четыреста ударов, и плоской тундры в паре сотен метров вниз по склону от гостевого дома, которую я принял за озеро, было засыпано свежей белой пудрой. Долина выглядела одновременно плоской и рельефной, маленькой и бесконечной. Я мягко покатился вниз, не чуя беды. Белизна имеет привычку нарушать восприятие глубины, и если бы не небольшая коллекция полузасыпанных снегом домишек в самом низу для сопоставления масштабов, я мог бы вообще не заметить крутизны склона. Пока давить на тормоза не стало бы бесполезно, я слетел бы вниз, где оказался бы совсем мертвым и успел бы как раз к ланчу. В центре курорта стоял многоэтажный гостевой дом с колоннами при входе, выкрашенный в ярко-желтый цвет, чтобы выделяться на фоне гор. Он пыхал дымом из кирпичной трубы, которая напоминала приставленную к боковой стене удочку, а его крыша, воплощенная мечта рекламщика, была засыпана толстым слоем снега. В пяти рядах окон некоторые светились мягким желтым светом, как в адвент-календаре. Перед гостевым домом выстроилась дюжина шале, два ряда по шесть, и хрифленые металлические крыши опускались до самой земли под теми же углами, что и склоны гор, и с фасадных окон во всю стену от пола до потолка открывался беспрепятственный вид на главную вершину. Для меня был забронирован один из этих акульих зубов, но который из них шестой, мое место назначения согласно путевому листу Кэтрин. Не зная этого точно, я подкатил к парковке сбоку от гостевого дома, где стояли несколько машин. Некоторые я узнал. Внедорожник Мерседес моего отчима, у которого сзади на стекле висела фальшивая наклейка «Малыш» на борту, он, видите ли, считает, что так его реже останавливают копы на дороге. Вольво-универсал тети Кэтрин, уже присыпанный снегом, потому что она приехала днем раньше. Машина Люси, марка машины удалена, сливающаяся со снегом, много раз выложенная в Инстаграм и расхваленная как награда за труд. Ленд-Ровер моей спасительницы тоже был здесь, а как же иначе? В таких книгах он должен иметь номерной знак М33Т-КЮТ. Автомобиль я опознал по огромному пластиковому шноркелю. Кэтрин пересекла парковку прежде, чем я вышел из машины. Она слегка прихрамывала. Результат автомобильной аварии, в которую она попала, когда ей было немногим больше двадцати. Тетя Кэтрин подходила под словарное определение понятия «сестра-малышка» для моего отца. Разрыв в возрасте между ними так велик, что когда моя мать после тридцати произвела на свет нас, мальчиков-канингемов, я был ближе по годам к своей тетке, чем моя мать к своей невестке. Так что, пока я рос, Кэтрин казалась мне молодой, энергичной и веселой. Она привозила нам подарки и забавляла фантастическими историями. Думаю, она была популярна, так как на семейных барбекю в ее отсутствии все говорили о ней. Однако с возрастом приходит понимание, и теперь мне ясна разница между популярностью и тем, чтобы быть предметом для разговоров. Все изменилось из-за мокрой дороги и автобусной остановки. Во время аварии ей здорово переломало кости и помяло ногу, но это же привело ее в порядок. Теперь вам нужно знать о Кэтрин только то, что ее любимые фразы — это «Не познавато ли?» и «Ответ на мое предыдущее письмо». На ней был ярко-синий термокостюм под пухлым жилетом Нордфейс, водоотталкивающие штаны и туристские ботинки, на вид жесткие, как зачерствелый хлеб. Все безупречно чистое и навехонькое, будто только что с витрины. Можно подумать, она вошла в магазин товаров для путешествий, указала на манекен и сказала «Мне вот это». Ее супруг Эндрю Милло, мы называем его Энди, шел за ней следом, но держал дистанцию и вид имел жалкий, будучи одет совсем не по погоде, в джинсы и кожаную куртку. Он, похоже, проторчал немало времени в том же туристском магазине, поглядывая на наручные часы. Не взяв ни сумку, ни куртку, я поспешил на перерез с тетей Кэтрин, решив, что пусть лучше меня отхлещет холодный ветер, чем ее язык. «Мы поели», — только и сказала она, что, вероятно, должно было сойти одновременно за упрек и наказание. «Кэтрин, прости, после джиндабайна мне было никак не заехать в гору, снега навалило». Я указал на цепи на колесах. К счастью, мне помогли надеть их. «Ты что?» — не посмотрел прогноз погоды перед выездом. Голос тетки прозвучал недоверчиво, мол, неужели можно совершить такое предательство по отношению к пунктуальности и здравому смыслу, не говоря уже о погоде. Я признался, что не посмотрел. «Но ты должен был учесть это?» Я согласился, что должен был. Кэтрин задвигала нижней челюстью. Я достаточно хорошо знал ее, чтобы понимать, она хочет сказать последнее слово, а потому молчал. «Ну хорошо», — наконец выдала моя тетка и припечатала ледяной поцелуй к моей щеке. Я никогда не знал, как реагировать на приветствие щека в щеку, но решил последовать совету родственницы и учесть погоду, то есть штормовое настроение, а потому огласил воздух мяуканьем рядом с ее лицом. Она вложила мне в руку ключи и сказала, «Наш номер не был готов вчера, так что ты теперь в четвертом. Сейчас все в столовой. Рада тебя видеть». Кэтрин направилась обратно в гостевой дом. Я не успел даже завести с ней какой-нибудь пустячный разговор, но Энди ждал этого момента и пошел рядом, подставив мне плечо в виде небрежно брошенного привет, вместо того, чтобы вынуть кулаки из карманов и протянуть руку. Холод пронизывал меня насквозь, но теперь я был принужден общаться, а моя куртка продолжала томиться в машине. Ветер был жесток. Он находил каждую щелку в моей одежде, влезал под нее и ощупывал меня сверху донизу, будто я должен ему денег. «Извини за это», — начал Энди. «Не принимай ее всерьез». В этом весь Энди. Хочет одновременно быть своим в доску и защитить жену. Он из тех парней, которые на вечеринке все время говорят «да, дорогая», а когда она уходит в туалет, качают головой и добавляют «пф, женщины, да». Нос у Энди красный, но трудно судить от алкоголя или от холода. Очки слегка запотели. Короткая, угольно-черная козлиная бородка сидит на его лице так, будто взята взаймы у мужчины помоложе. Энди немного за пятьдесят. «Я не исполнял танец вызывания дождя вчера вечером, просто чтобы позлить ее», — сказал я. «Знаю, приятель. Это непростой уикенд для всех, и ты не смейся над ней из-за того, что она пытается немного облегчить нашу участь». Энди замолчал. «Да ладно, не беда. Это не помешает нам пропустить по паре пиво». Я не смеялся над ней, я просто опоздал. На крыльце я увидел свою сводную сестру Софию. Она курила сигарету и при нашем приближении подняла брови, как бы предупреждая «внутри еще хуже». Энди несколько шагов молчал, а потом, хотя я внутренне молил его не делать этого, втянул в себя воздух и сказал. «Да, но...» Я решил, нет более печального зрелища, чем мужчина, который пытается вступиться за женщину, которая сама способна за себя постоять. Она столько провозилась с этими приглашениями, и не стоило тебе смеяться над ее таблицами. Я ничего не говорил. Не сейчас, когда отвечал на письмо. В графу «Аллергии» ты вписал таблицы. «Ох», — произнес я. София услышала нас и усмехнулась. При этом из носа у нее вылетели две струйки дыма. Эрин, которая не умерла, это тоже понравилось бы. Энди не стоило произносить вслух то, что я написал в колонке «ближайший родственник». Это воссоединение семьи, поэтому все, кроме Эвеланж, чтобы я почувствовал себя настоящим занудой. «Я не буду принимать ее всерьез», — добавил я. Энди улыбнулся, обрадованный, что его супружеские добродетели, пусть и не слишком искренние, были отмечены галочкой. Он ушел в дом, жестами показав, что закажет мне какую-нибудь выпивку, дабы наш мальчишеский сговор не остался в туне, а я притормозил на крыльце поздороваться с Софией. Будучи родом из Эквадора, из кипучего Гуаякиля, она ненавидела холод, и я увидел у нее на шее под пальто по крайней мере три воротника. Голова Софии была похожа на бутон цветка, торчащий из кольца чашелистиков. Даже теплоодетая, она обхватывала себя одной рукой за талию, чтобы было теплее. Я знал, что лучше ее приспособлен к холоду, так как не раз принимал ледяные ванны. Забавный факт, низкие температуры, похоже, повышают мужскую фертильность. Но не хотел разговаривать с ней долго. Холод буравил меня. Она предложила мне сигарету, хотя знала, что я не курю. Просто ей всегда нравилось это делать. Я отмахнулся от дыма. «Неплохое начало», — насмешливо произнесла София. «Заводи друзей быстро. Вот мой принцип». «Рада, что ты наконец приехал. Я ждала тебя как спасителя. Знала, что ты разрядишь обстановку». «Вот». Она протянула мне небольшую квадратную карточку с напечатанной на ней решеткой. Внутри каждой клетки была короткая фраза, имевшая отношение к одному из членов семьи. Марселло орет на официанта. «Люси пытается что-нибудь продать». Я заметил свое имя. «Эрнест что-нибудь испортит» в средней левой колонке. «Семейное лото?» — спросил я, прочтя заголовок. «Воссоединение». «Решила, это будет забавно. Сделала карточки только для нас с тобой». София подняла вверх свою, и я увидел, что на ней одна из клеток уже перечеркнута крест-накрест. Все остальные такие кислые. Моя сестра сморщила нос. Я выхватил у нее из руки карточку. Определения на ней отличались от тех, что на моей, но имелось несколько общих событий. Грамматические выверты повсюду. Случайные прописные буквы для эмфазы, абсурдные скобки, отсутствие точек. Одни дефиниции были более язвительными, другие менее. На меня можно положиться в том, что я опоздаю, а Марселло непременно примется отчитывать персонал отеля, но в нижнем правом квадрате значилась «лавина». Я посмотрел на свою карточку, в том же месте было написано «сломанная кость» или «кто-то умирает», с нелепой здесь улыбающейся рожицей. В квадрате, который София уже зачеркнула, стояла. Эрнест опоздает. «Нечестно». Я вернул ей карточку. «Ты лучше догоняй нас. Пошли». Я кивнул. София закончила курить и щелчком отправила окурок с крыльца в сугроб. На фоне пушистой свежей белизны он смотрелся вызывающе неуместным. Сестра с унылым видом глянула на меня, потом лениво спустилась с крыльца, нагнулась, подняла окурок и положила его в карман. «Знаешь», — сказала она, заводя меня в дом, — «тебе придется быть милым, если хочешь остаться живым после этих выходных». Клянусь богом, она на самом деле так сказала. И даже подмигнула мне, как будто рассказывала интригующую историю.